Всем привет! Вещают! Могилёвские хроники! Сегодня на канале мы поговорим о человеке, чье дело достигло невероятного уровня развития. На пике его производство стало не только самым передовым на то время, но и заняло доминирующую позицию в отрасли экономики. Франца Лекерта по праву можно считать создателем производственной империи. Сегодня речь пойдет об известном пивоваренном заводе, который на наших глазах канул в лету. Пиво. Один из древнейших напитков, известный с эпохи неолита, вместе с медом, квасом и вином. Существует мнение, что само выращивание зерновых началось именно ради пива, а не ради хлеба. Древнее пиво было похоже скорее на кашу, чем на пенный напиток. Свидетельство о варке пива из района древнего Ирана и шумерской культуры древними сапотами датируется периодом около трех с половиной 2900 лет до н.э. Находки свидетельствуют также, что примерно в это время пивоварением занимались и египтяне, а позже вавилоняне. От египтян пивоварение переняли евреи. Пивоварением занимались женщины. Для приготовления шумерского пива ячмень проращивали, сушили на огне или воздухе, а затем удаляли проростки, смалывали полученный солод и добавляли к выпеченным из простого ячменя подсластителем. Пиво пользовалось большой популярностью. Оно было безопаснее воды, которая зачастую загрязняли отходы сельского хозяйства. Пиво было очень важно для шумеров. Его приготовление описано в эпосе о Гильгамеше, а в законах Хамурапи содержится указание по пивоварению и продаже готового напитка. Пиво упоминается в древнеегипетских и месопотамских источниках, начиная примерно с третьего тысячелетия до нашей эры. Строители египетских пирамид получали помимо пищевого удовольствия пиво. Древние египтяне также любили пиво и употребляли его в большом количестве. Изготовление ячменного пива упомянуто в книге мертвых. Его пили абсолютно все слои населения. Им выплачивалось жалование. Его подавали на праздники. Строители великих пирамид в Гизе получали пиво трижды в день. Египетские врачи прописывали больным лечебные пивные коктейли. Древнеегипетское пиво готовили из смолотого солода пшеницы, двухзернянки и других злаков, либо из выпеченного дрожжевого хлеба, аналогично квасу. Готовый продукт ароматизировали поручейником сахарным, медом и соком фиников. Оно было густым и питательным, особенно если его не фильтровали. Нефильтрованное пиво, кстати, подавали только рабам. Позднее египетские пивовары начали использовать ячмень и пшеницу-двухзернянку, смешанное с солодом еще до ферментации. Пиво имело также распространение во всем древнем мире, в частности в Древней Греции и Древнем Риме. Пиво варили из пшеницы, овса, ржи, проса, ячменя и полбы. В Древнем Риме пиво считали низким, дурнопахнущим напитком, в отличие от божественного вина. Публик Арнели Тацит, древнеримский историк, один из самых известных писателей античности, указывал, что кельты, германцы, саксы, скифы и фракийцы пьют отвратительное варево, то есть пиво. В Древнем Китае пиво варилось из проросшего риса, а также из риса и фруктов. Пиво, как правило, изготавливали в северных регионах, где климатические условия не позволяли выращивать виноград. Первые археологические следы пивоварения в Северной Европе датируются примерно около 3200 лет до н.э. В раннем Средневековье пиво в Европе производилось преимущественно в монастырях. Европейские монахи профессионально занимались пивоварением, а также усовершенствовали его технологию, в частности, начав использовать в качестве консерванта хмель. В Средние века пиво считалось напитком как для взрослых, так и для детей, в отличие от тогдашней питьевой воды. Пиво в результате кипячения было лишено возбудителей болезней. Кроме того, благодаря большому содержанию калорий, пиво было дополнительным продуктом питания. В Германии и сегодня пиво называют жидким хлебом. В те времена пиво считалось напитком бедняков и имело более низкий статус в сравнении с вином. Существует мнение, что восточные славяне в 7-9 веках варили пиво из проса и ржи. Однако затем в 10-12 веках пиво все чаще начинают изготавливать из ячменного солода и муки. В новгородских берестяных грамотах 14 века упоминается ячменное пиво. Во времена Ивана III было введено исключительное право казны на варку пива на продажу, и пиво вместе с хлебным вином стали продавать в царевых кабаках. В 17 веке крестьянам разрешалось варить пиво 4 раза в основные церковные праздники. Позже это стало разрешено и в дополнительные праздники. Промышленное же производство пива появилось в России в конце 17 века, а уже в начале 18 только в Москве было более 200 пивоваренных заводов. В 1819 году вышел указ об акцизе с пивоварения. Пиво и мед стали предметом свободной продажи с уплатом акциза. В 1863 году производили около 5 миллионов ведер пива в год. К этому времени большие усовершенствованные заводы, изготавляющие пиво с помощью новейших приборов и технологий, начинают вытеснять с рынка мелкие пивоварни с ручным кустарным производством, а также исчезает разница между летним и зимним пивом. Основателем династии является баварский поданный Франц Михайлович Лекерт. Он появляется на территории Российской империи в 1860-х годах в рамках очередной массовой миграции жителей германских государств и обосновывается в старинном Могилеве. В 1862 году Франц Лекерт основывает свою пивоварню в московском предместе на улице Шоссейной. Баварский эмигрант активно перенимает опыт у имеющегося пивного производства землевладелицы Чачковой, который находится на Быховской улице у поймы Днепра. Обладая некоторым техническим и торговым опытом, будущий крупный предприниматель решил воплотить вживую свою грандиозную идею и стать лучшим производителем пива не только в Могилеве и губернии, но и в целом государстве. В книге «Опыт описания Могилевской губернии» можно найти оценку нового завода, которую дают тогдашние современники. Завод Лекерта, отстроенный несколько лет тому назад на московском предместе Могилеве, представлял собой прекрасное здание, отлично приспособленное для своей цели и устроенное по плану проектированному за границей техникам машинной фабрики «Нобок» и «Фриция» в Праге. Завод Лекерта, не будучи громоздким как другие, отвечает своему назначению и удовлетворяет не только местные потребности в производстве пива, но и позволяет продавать готовый продукт соседние губернии. Техническое снабжение завода является передовым на то время и превосходит другие промышленные предприятия региона. В 1880 году на заводе уже имелись стационарные телефоны, что для того времени было невиданной роскошью. Двухэтажное здание, в котором располагалось производство, снабжено каменными подвалами со сводами. В подвалах находилась солодовня, предназначенная для прорастания ячменя. На первом и втором этажах главного здания располагалась сама пивоварня с отделением для склада солода и ячменя. Здесь же находились все машины и аппараты, необходимые для пивоварения. К слову, вся техника заграничная. Так, паровая машина горизонтальной системы давления, поставленная из Риги, производства Розенкранца на 8 лошадиных сил, предназначенная для пивоварения, обошлась владельцу в 2000 рублей. Это эквивалентно годовой зарплате служивого военного в звании полковник. Здесь же два современных пивоваренных котла, вместительностью в 285 и 485 ведер. Два резервуара емкостью на 300 и 500 ведер, для хранения воды, необходимы для технологического процесса. В верхней части здания под крышей установлена мельница для перемалывания солода. В главном здании в 1880 году установлена двухэтажная пристройка с погребами и ледниками для хранения и брожения пива. К 1875 году завод обзавелся еще одной паровой машиной, а в производстве было уже задействовано аж 12 работников. Таким образом, у Франца Лекерта получилось не только основать свое пивное производство, но и достичь высоких результатов. И хотя не все давалось легко и образовалось сразу. Так статистика за 1879 год показывает, что совокупное количество произведенного пива составляет 99 180 ведер, что в сравнении с другими губерниями было достаточно скудно. Указанного количества даже не хватало для покрытия нужд местного потребления, не говоря уже о продаже за пределы губернии. На 11 человек населения приходилось всего одно ведро готового продукта. Ячень и хмель для пивоварения закупаются преимущественно с Малороссии, поскольку сырье было качественнее местного. На заводе Лекерта варились три сорта пива – бокбир, баварское и русское. Пиво высшего сорта в 1879 году изготовилось около 750 ведер, баварского – 57 тысяч ведер, русского – 11 550 ведер, что в сумме дает 69 300 ведер. А это уже, как мы выяснили, две трети всего производства пива в Могилевской губернии за 1879 год. Среди местного населения ходил слух о том, что рецептура готового продукта хранится в строгом секрете, а самую главную операцию проводит лично хозяин завода. Но вместе с тем, горожане считали Лекерта искусным пивоваром и толковым хозяином производства. Это хорошо прослеживалось в быстром росте его детища. Самое главное, что готовый продукт был дешевле аналогов. Ведро пива высшего сорта стоило 2 рубля, баварского – 80 копеек, русского – 75. Такие цены установлены не только для местной опты в реализации, но и для реализации пива в других губерниях. Рассматривая годичный отчет завода, общие отраты на производство составили 60 242 рубля 60 копеек. А если посчитать общее количество произведенного пива и умножить на установленные цены, то получится, что завод должен был показывать убыточность на 4 тысячи рублей. И это без учета процентов займа, на который был построен сам завод. Но умелая политика Лекерта позволила ему выйти из ситуации. Продажу в рознице и поставки во все гостиницы, трактиры, частные дома, питейное заведение позволило удвоить цену и по итогу выйти на прибыль в 5% чистого дохода. Умелая ценовая политика сделала продукт доступным, а высокий спрос обеспечивал доходность его предприятия. Но из года в год доходность была разная. Иногда чистая прибыль достигала 10%, а иногда производство показывало 0%. Сам Франц Лекерт был противником повышения цен. Говоря о его производстве, нельзя обойти взаимоотношения между рабочими и хозяином завода. Благоприятные условия труда, уважение к персоналу, достойная заработная плата позволили аккумулировать на заводе самых лучших и мотивированных. По вероисповеданию, все рабочие православные, лишь механик был евреем. Все мужчины возрастом от 25 до 45 лет. Работал завод на протяжении 260 будних дней в году. Продолжительность рабочего дня составляла 8 часов в сутки. Рабочие за свой труд получали 25 рублей в месяц, а жалование самых трудоспособных достигало 100 рублей в месяц. Таким образом, заработная плата, которая по меркам города считалась более-менее достойной, позволила рабочим видеть уверенность в завтрашнем дне. По мере роста производства, для наращивания мощностей Лекерт сначала арендует, а затем выкупает здание завода Чачковой в 1893 году. Позднее он будет его использовать в качестве склада для хранения готовой продукции. К 1891 году к управлению бизнеса подключаются дети Франца Лекерта – Адам, Николай и Франц. В 1886 году Франц открывает еще один производственный завод. На этот раз в Гомеле. Строит он его на улице Румянцевской. Расширяя географию и вместе с ней свою империю, Лекерт обращает внимание на пивное производство в Минске. Известный паровой пивоваренный завод Богемия, который принадлежал минскому губернатору графу Карлу Чапскому, составлял серьезную конкуренцию. Карл Чапский, ввиду молниеносного успеха, решает основать акционерное общество, дабы закрепить свое влияние в регионе. Однако ему не удается довести дело до конца. В разных источниках можно встретить информацию о том, что он проиграл достаточно большую сумму денег и, чтобы погасить долги, заложил свой завод. Однако наиболее вероятная версия – это ухудшение здоровья, которое заставило графа отойти от дел и продать свое производство. Новым покупателем предприятия стал Франц Лекерт. Сделка состоялась в 1899 году. Чуть позже он передаст право распоряжаться производством своей жене Пауле и детям Николаю, Адаму и Францу. На момент сделки у Лекерта в собственности аналогичное предприятие уже в Могилеве и Гомеле, а также четыре железнодорожных вагона-ледника, служивших для быстрой транспортировки пива в Брест, Вильно, Белосток, Гродно и Бобруйск. К началу 20-го столетия утвердился и свой логотип. Он выставлялся на бутылке, в которой разливалось уже готовое пиво. На них прямо на стекле делался оттиск с информацией о названии продукта, владельце и адресе предприятия. Вскоре стали использовать этикетки. На ней впервые в истории завода появился герб, изображающий орла, несущего бочку. После сделки в том числе поменялось и название. Теперь он стал называться Минский паровой пивоваренный завод номер три Франца Лекерта. Уже к концу 19-го столетия он самый крупный производитель пива в белорусских губерниях. Его заводы в Могилеве и Гомеле выпускают продукцию под брендами Кульбахская Экспорт, Пильзенский Экспорт и другие. В Бобруйске создается распределительный склад, которым управляет еще один баварец Себастьян Лекстер. Пивные лавки фирмы Лекерт работают в Паричах, Копесе и других городах и местечках Могилевской и Минской губернии. После смерти Франца Лекерта в 1901 году его империя наследуется женой и детьми, которые продолжают заниматься пивоварением. Принявшее к тому времени российское подданство вдова Паула, сыновья Адам, Николай и Франц и дочь Эльза делят бизнес. Минский завод отходит к вдове, Гомельский достается сыновьям, а Могилевский получает Эльза, которую к этому времени по мужу Станиславу носит фамилию Яник. Раздел наследство происходит на бумаге, а в реальности продолжает существовать империя Лекерт-Яник. Немецкий порядок и подход к делу хорошо прослеживаются во внутреннем устройстве и условиях труда. Так, на Минском заводе каждый рабочий при устройстве на завод получал расчетную книжку с условиями труда. В правилах оговаривалась не только заработная плата за день, месяц и год, но и условия пользования заводской гостиницы, баней, выходные, распорядок дня, объемы продовольствия, предоставляемые предприятием. Казалось бы, проживание, питание, своевременная плата труда, что еще можно было пожелать. Однако условия труда на заводе были далеки от идеала. Шестидневная рабочая неделя с 11-часовым рабочим днем и всего 19 выходных за год изматывали наемных пивоваров. Трудиться они начинали в 6 утра, а заканчивали лишь к 19.00. Правда, на завтрак и обед делали перерывы, а вот отпусков не было, как и больничных. Отдохнуть можно было лишь в церковные праздники. Наравне с нормами оплат в 1904 году ввели и нормы штрафов за неопрятность, курение, опоздание и прочие нарушения. 33 человека, трудившиеся на заводе на начало 20 века, производили пиво на 120 тысяч рублей. Кстати, в 1905 году, как и на множестве других предприятий, здесь произошла забастовка. Основным требованием было повышение заработной платы и уменьшение рабочего дня на 2 часа. Но уступки вдова Лекер пошла только по второму пункту, и то только на час. А в 1908 году все вновь вернулись к прежним цифрам. В начале 20 века завод активно наращивал обороты и расширялся. Был построен ледник для хранения льда и свислочи. И в теплое время года с его помощью напитки охлаждались и хранились до транспортировки. Также было принято решение о производстве лимонада и прохладительных напитков. Открыт популярный трактир. В 1910 году гомельский пивной завод Лекерт Яник, на котором работало 36 рабочих, давал до 180 тысяч ведер пива в год. На производстве имелась всего лишь одна паровая машина. В отсутствие холодильника продукция хранилась в погребах со льдом. Продукция Лекертов отправлялась в Варшаву, Вильно, Белосток, Брест, Гродно и Бобруйск. Могилевский завод Эльзы Яник, которым управляет ее супруг Станислав, в этом же году выпускает пиво на 170 тысяч рублей. На предприятии работают уже 50 человек. В 1904 году продукция Эльзы Яник удостаивается серебряной медали на международной выставке в Париже. С 1905 года при заводе функционирует специальное отделение для производства солода. Уже используются собственные динамомашины для выработки электроэнергии. Они питают бутыломоечную машину, которая в смену омывает свыше 10 тысяч бутылок. К 1911 году завод разросся до 61 рабочего и произвел 161 тысячу ведер пива. В 1913 году гомельский завод Братьев Лекерт производит пиво на 90 тысяч рублей. На местном производстве занято 36 человек. Они варят такие марки, как Баварская, Столовая, Пельзенская, Черная и Эль. На Минском заводе в 1900 году работало 33 человека, а к 1913 уже 75. Здесь к началу Первой мировой войны разливается пиво на рекордное 350 тысяч рублей. Такой показатель достигнут за счет тяжелого трудового дня, который составлял 11 часов в день. К 1913 году завод Эльзы Яник стал самым крупным производственным предприятием в Могилеве. Империя могла бы стать еще значительнее, но все планы изменила начавшаяся Первая мировая война и ее последствия. В виде переустройства всей политической системы государства, война остановила Могилевское и Гомельское производства. Николай Лекерт, который руководил Минским пивным заводом, был обвинен в шпионаже в пользу Германии и сослан в Сибирь. После завершения войны и состоявшейся Октябрьской революции, частная собственность как явление стала изживаться. Все заводы, фабрики национализировались. Коснулось это и всех заводов империи Лекерт Яник. После Октябрьской революции 1917 года бывший завод Богемия в Минске был национализирован. Изначально он именовался как завод Лекертов, а после получил название пивоваренный завод Беларусь. В 1923-1925 годах завод был реконструирован и расширен. Могилевский завод также был национализирован и получил название Пролетарий. Он продолжал свою деятельность. В годы Гражданской войны производил не только пиво, но и выпускал для нужд Красной Армии крупу из овса и проса, а также лечебную воду на меду для больниц, ячменно-овсяный и солодовый кофе, сухие фрукты. Гомельский завод также перешел в руки государства. Получив название Спартак, ему повезло меньше. Проработав всего 8 лет, производство пива было свернуто, а на территории организовали одноименную кондитерскую фабрику. Начавшаяся Великая Отечественная война и пришедшие оккупанты в ходе своей военной доктрины Блицкрик практически сходу за первые месяцы войны заняли всю территорию Белоруссии. Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все предприятия и заводы подвергались бомбежкам и разрушениям. Окупанты старались сохранить заводы, чтобы они работали на нужды собственной армии. Пиво являло стратегически важным ресурсом в рядах армии. Его производство и поставки на фронт планировали осуществлять на занятых заводах. Это подтверждает планы захвата Могилева и Минска. На Минском заводе во время войны появилась надпись на немецком, которая буквально переводится как «Минский пивоваренный завод». На нем продолжали производить пиво и отправляли его на фронт. Известен случай подпольной деятельности на производстве, когда партизаны тайно добавляли яд уже в готовый напиток. Подлинно неизвестно о жертвах среди вермахта и дошло ли это пиво до солдат, но подпольную деятельность пресекли самыми жестокими методами. На сегодняшний день мы не располагаем информацию, был ли использован Могилевский завод для аналогичных целей. Косвенно можно предположить, что если здание за годы оккупации не пострадало, это подтверждает фотоснимки, и тот факт, что оно было взорвано только после приказа немецкого коменданта Готфрида фон Эрмансдорфа в 1944 году перед освобождением города советскими войсками, то оно точно могло использоваться для упомянутых целей. Несмотря на трудные послевоенные годы, городская промышленность начала по-тихому оживать и восстанавливаться. После войны пивоваренный завод «Беларусь» в Минске возобновил свою деятельность. В 1957 году пивзавод наладил выпуск Минской минеральной воды. В послевоенный период завод выпускал не только общесоюзное «Жигулевское», но и уникальные сорта пива – «Горовчапский», «Троицкое», «Бархатное» и другие. Однако к 1990 годам положение завода стало крайне тяжелым, и в 1994 году он преобразован в ОАО «Оливария». Ему был возвращен дореволюционный торговый знак – «Орел, несущий бочку». Уже в 1996 году началась очередная модернизация производства, в результате которой продукция стала соответствовать всем требованиям Европейской пивоваренной конвенции. Новое оборудование позволяет производить до 100 миллионов литров пива в год. В 2011 году Карлсберггрупп стал владельцем контрольного пакета акций завода. Здание пивоварни «Богемия» в Минске – безусловная достопримечательность города, а музей пивоварения, который был открыт прямо на производстве, привлекает к нему внимание туристов, прибывших на отдых в Минск. С Могилевским заводом получилось совершенно иначе. Только через 20 лет, 1 января 1965 года, отстроенный практически заново, он начал выпускать пиво. А через полтора года здесь заработал и собственный солодовый цех. Так что хмельной напиток от начала до конца, что называется, был своим Могилевским. В 1965 году производство выпускало 3,5 тысячи тонн солода и полтора миллиона литров пива. Тогда в Могилеве начало вариться бархатное жигулевское ленинградское мартовское пиво. В 1986 году произошло слияние пивоваренного и винодельческих заводов. Был организован Могилевский завод напитков. В 1990-е там варилась губернская, гуляка, земское, легенда, машековская, подникольская, салтановская, соблазн, старая ратуша, триумф, легия, яник. Наверняка некоторые из моих зрителей с радостью бы поностальгировали по былому городу, пропустив парочку бокалов могилевского хмельного напитка. Но у этой истории достаточно драматический конец. В 2004 году завод вошел в состав ОАО Холдинг Могилев Облпищепром и пивная феерия на этом закончилась. Последние бутылки пива были выпущены в 2007 году. Последним годом существования холдинга стал 2008, после чего производство было полностью свернуто. До 2022 года здания стояло и никак не использовалось. В 2023 году начался активный снос производственных помещений. Печально наблюдать, как уходит целая эпоха, неотъемлемая крупица истории пивного производства в Могилеве, без малого которое насчитывает более чем полтора столетия. Для многих горожан старшего поколения Могилевский пивзавод это место своего рода знаковое и о том, что он прекратил свое существование, несмотря на обилие и доступность самых разных марок пивных продуктов, в том числе знаменитого немецкого или чешского пива, могилевчане жалеют. Все его вспоминают по-разному. Для кого-то жигулевское местного разлива было лучшим напитком, к тому же кружка стоила всего лишь 22 копейки. Кому-то запомнился ларек, который открыли прямо при заводе, место, где можно было придя со своей тарой, приобрести живое нефильтрованное пиво. Подготавливая материал, я обнаружил, как немного сохранилось о таком некогда масштабном производстве. Поэтому не забудьте поставить лайк работе и поделиться видео с друзьями и близкими. До новых встреч!